Добрый день дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness Psychology Я его ведущий Кравцев Сергей Сегодня мы поговорим о психопатах Очень важно не путать психопатах с социопатами Соответственно, психопатия переводится примерно как болезнь души, болезнь дефицита эмоций Я не могу испытывать эмоции, как вот, помните, тот самый вампир из, значит, Ван Хельсинга, кричавший, что он ничего не чувствует Я не чувствую ни любви, ни страха, ни радости, ни жалости Да, и это приносило ему даже некие страдания Вот это был психопат И, понимаете, то же самое касается и психопатов настоящих Они действительно ничего не чувствуют, да Очень часто мы слышим то, что человек, который ведет себя агрессивно, его называют психопатом Или маньяков называют психопатами, но это не совсем верно Психопат, человек, действительно склонный нарушать закон И человек склонный к насилию Но просто в силу того, что у него отсутствует эмпатия к непосредственно личности какой-либо, да Успокойтесь, я найду себе другую невесту Что? У вас нет никакой сочувствия Вы не любите нас? Нет! То есть он не может испытывать к человеку сострадание Они даже очень часто, такая легкая психопатия, как ее заметить Они к животным могут испытывать сострадание, а к людям нет Говорит, вот задай собачку, не будет ее жалко так, еще что-то А вот задай этот человек, а мне будет все равно Очень часто психопаты так рассуждают В психоэндокринологии считается, что у психопатов нарушением происходит выработки окситоцина То есть и на этом фоне, соответственно, у них отсутствие эмоциональной такой сферы Или приглушенная эмоциональная сфера в зависимости, да Насколько нарушена эта окситоциновая история Я встречал источники, где зарубежные, где психопатов лечили окситоцина У них за рубежом распространен окситоцин для этих целей назальных У нас назального окситоцина, к сожалению, нет Хотя при многих и биполярных, и других расстройствах Он бы мог очень неплохо использоваться Потому что есть возможность коррекции дозировок Ну, во всяком случае, он имеет другую дозировку Немножко другой спектр действий назальный окситоцин, чем нежели инъекционный наш российский Ну, это я так ухожу в сторону В общем, в чем суть? Суть в том, что не нужно путать социопатию, психопатию Нужно учитывать то, что психопатия, она, соответственно, может идти в одном, да Ключе с каким-либо психотипом И парнояльный, и часто бывают психопатичны И психопаты ни в коем случае не нацелены антисоциально изначально, как социопаты Ну, им просто все равно на социум У них есть какие-то свои взгляды на жизнь, своя цель, да И также какие-то принципы могут туда намешиваться, что угодно вообще И он просто без зазрения совести и так далее, да, способен убить человека Способен идти по головам Но ни в коем случае нельзя считать, что психопат, вот он как социопат, он полностью, да, не может жить в социуме, да Что он противопоказан социуму психопат Идеальным хирургом может стать, допустим, идеальным военным То есть он будет холодно и жестко слушаться ваших инструкций и делать то, что необходимо При этом, как машина, как компьютер, совершенно не испытывая никаких эмоций Поэтому психопат, в отличие от социопата, он, соответственно, может инструкции соблюдать И работать на благо общества А с вами был Medical Fitness Psychology Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки И да пребудет с вами здоровье А я жду вас на своих консультациях онлайн Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok